Приветствуем вас на канале Двойняшки на отдыхе. И в этом ролике расскажем не только об отеле, но и о достопримечательностях вокруг. Сам отель подойдет для активных туристов, которые не проводят в нем весь день. Мы выбрали его, так как близко находится крепость Таланьи, море, прогулочная большая зона и приемлемая цена для пакета с префразовым питанием. Погода супер, солнечная, людей много, все гуляют. Вот здесь рядышком набережная, на первом этаже кафе. Все, заходим, смотрим, рассказываем. Здесь прям очень все небольшое. Маленький ресепшн. Компактно. Мы идем смотреть номер. Здесь они к нам заселили. Вот здесь тесненькая. Здесь покажут, что там ресторан есть. Позже все посмотрим. Но мы наледим. Номер небольшой. В первой комнате располагается двуспальная кровать. Дальше уже комната детская. Нам здесь поставят еще дополнительную кровать. В номере ловит Wi-Fi. Он бесплатный. И также мы пользовались бесплатно сейфом. Видом в нашем номере нет. Он выходит просто в тупик. Вот в такую вот некрасивую. Но можно посмотреть направо и видеть кусочек моря. В номере присутствует такой небольшой затклость запахи. Но мы сейчас все это прометрить и открыли. Надеюсь, посвежит через полчасика. Здесь есть вот такой вот балкончик, когда выходишь. Мы оставили вещи и решили прогуляться, посмотреть пляж. Нужно перейти две дороги. В обе стороны идет движение. Напомню, что здесь не уступают пешеходам. Будьте осторожны, когда будете переходить улицу. В номерах, которые имеют вид на море, ночью будет слышен шум от дороги. И для чуткого сна это место точно не годится. Пляжи пока что не оборудованы. Но море, конечно, очень красиво. Плиты местами есть. Самое важное не остановиться возле вот таких пляжей. Здесь вообще не зайти. Эти камни цветут и пахнут. Вход вообще невозможно просто в море. Такой пляж находится не возле отеля. Это мы просто гуляли вдоль побережья. Отдыхающих в отеле пока что мало, поэтому не все зоны готовы к встрече гостей. Здесь тоже номера. И вот сама территория отельчика. Пассейн, друзья скупаются уже. Горка. И там тоже есть номера, которые как раз до пилогресски смотрят. Сейчас уже вечер, бассейн пуст. Показать его без отдыхающих спокойненько. Есть вот такая небольшая горка. И вот еще корпус, где идет заселение. Что у тебя вкусного? Все вкусно. Все вкусно? А тебе вкусно? Угу. Приятно удивили нас обеды и ужины. Да и в целом питание в отеле было вполне достойным для его стоимости и его рейтинга в принципе. Всегда было 2-3 вида мяса. 2-3 раза была рыба за период нашего пребывания. Всегда были в достатке фрукты и овощи. В период между обедом и ужином предлагается выпить чай с печеньками и различной выпечкой. При ресторане есть бар. В течение дня можно взять пиво, либо бело-красное вино. Никакой анимации в отеле нет. Вечером, как правило, многие просто сидят за бокалом белого или красного вина, либо играют на столке. Если номер выходит на дорогу, то будет ночью очень шумно, потому что здесь достаточно оживленное движение. Сильно слышны машины. Которые не прекращают ехать ни днем, ни ночью. Наш первый день подошел к концу, и завтра мы планируем прогуляться по городу. Мы пришли на завтрак. Пока еще практически никого нет. Можно разместиться в помещении, либо сесть возле бассейна. Чай, кофе. Завтрак в прессе был неплох. Предлагались фрукты и овощи. Вот только что каши не хватало. Привычно нам либо творога, йогурта. Как правило, были все время яйца, либо омлет. Наш завтрак. Нравится. Ребята тоже сделали выбор в пользу овощей и выпечки. Мы позавтракали и решили отправиться на прогулку к центральной площади и посеять крепость Алании. Одно из преимуществ отеля, так это его удачное месторасположение. Можно прогуляться вдоль набережной, либо просто по улочкам. Попадается куча магазинов. Легко добраться до центральной площади. Там много кафе, торговые ряды. И, конечно же, посмотреть исторические ценности. А еще есть здесь огромнейшие вайкики. Несколько этажей. Женских три этажа. Для ориентира вот эта площадь. По променаду, как идти к замку. К крепости. Магнитик купил. Да уже идешь в крепость? Смотреть. По променаду есть аптека и четырехэтажный котенок. Здесь целая улочка различных кофейн. Есть старбакс. Магазинчики, аптеки. Мы дошли до парка. Здесь вот так все зелено. Цветочки. Впереди фонтанчики. Действуют различные корабли. Есть даже ночной с дискотеками. От порта можно прогуляться по такой улице. Тут есть шопинг, базарчики, кафе. Различные сувенирчики. Как позже оказалось, это только начало этого торгового ряда. Очень большой здесь на самом деле базар. Можно потратить полдня, чтобы пройти все посмотреть. Мы добрались до крепости в Аланье, или как еще называют Аланье-Колизей. Это определенно самая популярная и посещаемая достопримечательность курорта Аланьи. Несмотря на то, что от былых еще времен остались практически одни руины, туристы продолжают сюда приезжать, потому что открываются потрясающие виды на панораму города и изломрудное моря. Мы поднялись вверх и увидели, как живут здесь местные. Невозможно не заметить Красную башню. Это символ города, и обязательно можно ее увидеть во всех путеводителей. И в магнитах, и сувенирах. Вдоль всей дороги наверх мы встречали маленькие уютные ресторанчики. Здесь есть кафе, в которой очередь две. Очень много местных сидит, отдыхает. Предлагается разная выпечка и напитки. Местечко, где можно пообедать или поужинать. Здесь можно сесть, поесть морепродукты. Вот цены на рыбные блюда. И напитки. Мама, можно синить? В пасмурном деньке мы просто приходили сюда прогуляться, полюбоваться корабликами. Да и в целом аркет. Что хотелось бы сказать по отелю, так это его плюсы в плане разнообразного питания. Два-три вида мяса всегда есть на обед и ужин. Также была рыба. В баре предлагаются местные напитки. Пиво, красное-белое вино. Также я бы отметила хорошую уборку номеров, что тоже имеет большое преимущество, так как не во всех пятерках это соблюдается. Нам ежедневно меняли полотенца. Как бы все было чисто и хорошо. Ну, отправляемся дальше. В педе у нас новое путешествие. Мы остановимся еще в одной сети отелей Арси, только по другую сторону данной архитектуры. Подписывайтесь на наш канал. Бои неожиданологики у нас всегда интересно.